Добрый день! Миллионы мужчин и женщин всех возрастов и национальности ненавидят ходить на работу, постепенно впадают в отчаяние и часто серьезно заболевают. Некоторым приходится спасаться бегством именно с той работы, которую они когда-то любили. Другие терпят такую ситуацию и не в состоянии найти выход. Все это последствия моббинга, коллективного психологического насилия. Как с этим бороться, сегодня узнаем. Итак, в прямом эфире телеканала Юрген, случай с практики в студии Северин Арп. Наша тема сегодня, как пережить моббинг. 469060, телефон прямого эфира. Звоните, если у вас есть проблемы, вопросы к нашему гостю. Сегодня это Надежда Перминова, психотерапевт. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сначала с определения, потому что моббинг, слово многим незнакомое, не часто употребляемое. Что же это такое? Что оно обозначает? Да, моббинг – это психологическое притеснение, преимущественно групповое, работников со стороны работодателя, со стороны коллег, включающие в себя постоянные негативные высказывания, постоянную критику, его социальную изоляцию, внутри организации, исключающие его из служебных действий, социальных контактов и распространение работники заведомо ложной информации. То есть, получается, это когда коллектив дружно не принимает работника. Вообще, это понятие, насколько давно оно появилось у нас в историческом плане? Да, в нашей стране оно только начинает исследоваться, потому что у нас в шифрах международной классификации болезни 10-го пересмотра нет такого термина. Мы вынуждены стать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство или другие какие-то шифры. Оно появилось, этот термин, это явление было исследовано, началось исследование в Германии, в Швейцарии в конце 70-х годов прошлого столетия. Большие корпорации стали выяснять, почему сотрудники стали много болеть, почему у них стало возникать много различных заболеваний. Были проведены исследования и выяснилось, что это результат неправильного общения между сотрудниками. И это явление было названо моббинг. Тумоб – это от глагола тумоб, да? Толпа. Толпа, да. Так вот, на самом деле это еще экономически для предприятия тоже не очень хорошо. Да, да, да. Сотрудник вынужден, корпорация его обучает, переводит на должный уровень, а сотрудник через какое-то время начинает болеть. Он вынужден увольняться, вынужден быть на больничном листе, и, безусловно, это экономически невыгодно корпорации. Они начали заниматься этими вопросами вплотную, и вот, как бы, мы сейчас имеем возможность размышлять об этой ситуации и правильно ставить, как бы, правильно выправлять психологическую ситуацию. Ну, вот, чтобы это заболевание, которое уже фактически можно, да, как Вы считаете, как специалист, можно ли моббинг уже, кстати, выделить, как заболевание? Ну, вообще, конечно, наверное, можно было бы выделить, меня коллеги, наверное, бы поддержали, но пока вот у нас нет. Может быть, в 11-м пересмотре международной классификации болезни этот вопрос будет успешно решен. А вот этот пересмотр, он часто происходит, кстати, заболевание? Ну, вообще, он должен происходить раз в 5 лет, но мы сейчас работаем уже не менее 15 лет по этой классификации международной. Вот, и вообще, какие должны быть показания, чтобы вот такое явление признали заболеванием? Это, наверное, не должно быть массово, да, массовое обращение. Потому что ко мне тоже обращаются люди, которые, они не знают, что они находятся в ситуации моббинга. Ну, можно говорить о том, наверное, что пациент, я буду работника называть пациентом, да, пациент, когда он приходит ко мне на консультацию, он считает, что, ну, все так живут. И обычно говорят, что живут, все так живут и ничего не изменить. Но в этой ситуации можно изменить много факторов. Какие, например, это факторы? Ну, мы сейчас, наверное, рассмотрим, да, каковы причины моббинга, и исходя из этого, если мы найдем причины, да, то мы сможем попытаться изменить эти причины моббинга, да. Так, с чего начинается моббинг в коллективе? Да, с чего начинается моббинг в коллективе? Он, к тому же, бывает еще и вертикальный и горизонтальный, да? Да, вертикальный – это, значит, моббинг со стороны руководства, да, горизонтальный между сотрудниками одного уровня, да. Да, значит, когда человек приходит в коллектив, то, безусловно, он нарушает вот его гармоничное строение этого коллектива, да, гармоничное сосуществование друг с другом. Это как в механизме новую деталь заменить? Да, новую деталь поставили, и все, ситуация изменилась, и, ну, какие-то факторы появились, да, однозначно коллектив будет реагировать на этого человека, пришлого, и чаще всего, ну, как бы, может быть, это будет вкрытая агрессия, да, а может быть, ну, какие-то агрессивные тенденции все равно должны быть, да. В итоге человек оказывается в такой социальной изоляции, с ним перестают разговаривать на какие-то посторонние темы, да, его отстраняют от каких-то профессиональных там вещей. И потом, значит, он, так... Ну, еще, наверное, перестают говорить просто, просто вообще перестают общаться, и, допустим, замолкает, когда он входит в кабинет, такое тоже можно делать? Да, замолкает, когда входит в кабинет, и девиз, конечно, у людей, которые занимаются моббингом, тот, кто нам не нравится, должен исчезнуть из этой ситуации. Ну, может быть, это не звучит вот так конкретно и открыто, это может быть завуалировано, безусловно, что это завуалировано, очень редко бывает, что открыто, это может быть, вот, буквально недавно на днях приходила на консультацию девушка, Я не буду называть организацию, да, конечно, вот, и мы сохраним в тайне имя, но организация, в которой на пяти минутках руководитель все время говорил, что какие они неталантливые, какие они бездарные, как они не умеют работать, и вот как бы все в таком плане, все в таком ракурсе. Безусловно, когда они уходили с пяти минутки, вот с этой, да, они, конечно, чувствовали себя не очень хорошо, были в подавленном состоянии. И, конечно, человек, который попадает в такую ситуацию, он, он, с ним происходит трансформация, да, общество, которое его окружает производственно, пытается его выдавить как-то из этой ситуации, да, получается. Вот, ну, причина, наверное, моббинга, это страх потерять рабочее место человека, чтобы человек не занял место этого работника, старого работника. Вот, обычно бывает, кстати, вот еще в офисах, наверное, встречается противостояние старожилов и молодых. Да, да, если работник более молодого возраста, он более активен, обладает какими-то другими средствами для работы, и он, безусловно, когда он приходит, он начинает показывать. Не хочется себя проявить перед коллегами и друзьями. Да, да, что не зря меня сюда взяли. По сути, это цель у него благая, то есть, что я с вами, я ваш, а тут они воспринимают это и дальше. Я хочу изменить эту ситуацию в обществе вашем, да, я хочу увеличить производительность труда, я хочу, чтобы там заработать больше денег, да, а сотрудники воспринимают это как, ну, такое состояние, что работник хочет занять их место. Затем можно говорить о том, что интеллектуальные способности новичка тоже могут напрягать сотрудников. Если он более интеллектуально способен, то тогда, наверное, сотрудники будут реагировать на это. Ну, и такой моббинг, который очень муссируется, особенно в американских фильмах, много американских фильмов про это, это безответной любви. Когда... Кого к кому? Ну, это часто бывает, показывают в американской фильме, что работодатель влюбляется в работника, работник не отвечает ему взаимной любовью и начинается моббинг. Который перерастает в харассмент. Возможно, да. Возможно, наверное, так и есть. То есть, получается, ты, когда приходишь в новый коллектив, тебе надо себя чувствовать как-то, может быть, в таком формате серой мышки немного поработать, чтобы не сразу так вот... Вот, вообще, иностранные там исследователи, они считают, что не имеет значения, да, серая ты мышь или не серая мышь, или вообще ты не мышь, да, или ты яркая личность, да. Когда ты приходишь в какой-то коллектив, ты все равно будешь нарушать. И моббингу могут подвергаться все люди, исключений для них нет. Например, у меня была пациентка, которая рассказывала, она доктор, и приехала в центральную районную больницу, и вот ощутила на себе все прелести моббинга. То есть, она заняла свое место, там центральная районная больница, там как бы нет большой конкуренции, потому что каждый занимает свое место. Но с ней плохо здоровались, там как бы не улыбались, можно так сказать. Вот, затем предъявляли какие-то необоснованные претензии, она рассказывала много о претензиях. Но она поступила очень мудро, она все время улыбалась и говорила, здравствуйте. И, наконец, мобберы, можно так сказать, люди, которые за ним, они сломались и сказали, все, что вот, все, что я не скажу, она все время будет говорить, здравствуйте. И улыбаться. То есть, это первое оружие, это улыбка, да? Это улыбка и доброжелательное отношение к мобберам. Но это, получается, надо было достаточно силовой воли, чтобы так бороться с таким, один против всех, получается. Конечно, этот человек, который жертва моббинга, он в итоге, он как бы отдаляется, да? Мы привыкли, что, ну вообще, как бы наша реакция, когда нам делают что-то больно, мы должны ответить. Ну, чаще всего мы отвечаем. Очень редко бывает, что этот ответ, как бы, должен быть агрессивным. Тогда мы становимся, как бы, соответствующими тому агрессору, который на нас нападает. То есть, это... По сути, положение поменяется тогда. Да, адекватный ответ получается, да? А здесь была очень такая нетрадиционная реакция на моббинг, и поэтому это вызвало такое, как бы, ну, какое-то восхищение, даже можно сказать, да, этим человеком. Конечно, ресурсное состояние у человека должно быть, но когда он оказывается в такой ситуации, что он один, то у него ресурсное состояние падает. Но в этом тогда случае нужно ему помочь. Да, мы должны начать... Психологу, психотерапевту, обращать. Мы должны начать помогать ему, и вот, конечно, мы будем дальше говорить о том, что нужно делать, да, прежде всего, какие шаги нужно делать, даже пошагово мы будем говорить, да. Вот. Вот. Но иногда люди не знают, что они находятся в моббинге. Ну, давайте тогда обозначим еще раз... ...перед тем, как у Дема на перерыв, обозначим признаки моббинга. Вот ты работаешь в коллективе, и вот какие должны быть четкие признаки того, что ты находишься в... Да. Вот я еще, наверное, остановлюсь на такой вещи, как человек, который приходит в коллектив, он начинает, как бы, себя вести, чаще всего он, как бы, показывает, демонстрирует превосходство над всеми. Может быть, это выглядит, как превосходство, да, остальные считают, что это превосходство. Может быть, в силу каких-то внутренних психологических причин он просто, ну, как бы, так себя ведет. А люди считают, что это превосходство. Вот это нужно отмечать, и с этим нужно работать, чтобы не было ощущения того, что ты превосходишь всех остальных коллег. Значит, признаки моббинга — это когда вам не сообщают какую-то нужную информацию. Или сообщают ее не в той степени, в которой необходимо, да. Вообще всегда, когда сообщают недостаточную информацию, это всегда моббинг. Это всегда... Это уже ситуация, которая направлена на моббинг, да. Информация может искажаться, да, или сообщаться в искаженном виде, да. И могут исчезать документы там, стола, да, вот какие-то... Вот это элементы моббинга, как бы, да. Какой-то вот тот момент игнорирования тоже, может быть, да. Игнорирование, да. Всех позвали, тебя не позвали. Тебя не позвали, да. Тебя не позвали, да. То есть, кто же курил, курил, что-то еще такое, да. Да, со всеми обсуждают фильм, с тобой не обсуждают. Как бы выделяют тебя, постоянно выделяют. Так что, обращайте, друзья, внимание на ваше окружение на работе, чтобы атмосфера в коллективе сохранялась хорошая, и вы вливались в полноценный, так и стали полноценным частью коллектива. Мы сегодня, напоминаю, говорим о моббинге. Это такой психологический террор по отношению к одному человеку от всего коллектива. Если вы столкнулись с такой проблемой, мы попробуем вам помочь. Звоните нам 46 90 60 сразу после перерыва. Продолжаются случаи с практикой в прямом эфире на Юргане. 46 90 60. Тема эфира сегодня, как пережить моббинг, психологическое давление, насилие, психологический террор по отношению к вам в коллективе. Как выжить в террариуме со своими сотрудниками и коллегами. Мы об этом сегодня говорим. И вопрос таков. Надежда, скажите, какие психологические последствия наверняка какие-то могут быть после такого давления, при ощущении вот этого давления? Да, психологические последствия, конечно, есть. Человек начинает чувствовать себя отдаленным. Он начинает чувствовать себя в одиночестве. И, конечно, у него возникает чаще всего это агрессивная тенденция, агрессивный ответ. Он, ну, как крайняя степень агрессии, это переход, что такое, можно сказать, в бешенство, да. И он начинает открыто мстить. Вот. Вот дедовщина, это тот же моббинг, вот та же месть, да, мы наблюдаем, да, иногда. И еще можно сказать, что жертва иногда так увлекается местью, что она переходит какие-то границы и оказывается на скамье подсудимых. И такие случаи тоже были, они известны в судебной практике. То есть, получается, это уже в правовую область даже перетекает. Да, да, вот если в правовую область перейти, да, и у нас были такие случаи, когда к нам обращались, может быть, мы не так смогли защитить этого человека, жертву моббинга в суде, но у нас прецедента как такового в судебной практике нет. То есть на сегодняшний день такого еще не было? Нет, нет, нет. Вот я смотрела судебную практику за границей, в американской судебной практике, там 10% есть таких дел, которые связаны с моббингом. 10% у нас, я посмотрела, вот два случая было, это один в Перми и другой, по-моему, в Москве. Два случая из судебной практики. Хотя, может быть, как раз получается, что как раз многие вот эти явления моббинга, да, за уголовными делами как раз стоит моббинг-причина. Да, конечно, стоит моббинг, безусловно, ну как бы, наверное, стоит моббинг, да, чаще, больше всего, наверное, вот, потому что, ну как бы доказать моббинг очень сложно получается. Этим пользуются агрессивные люди, которые используют этот моббинг. Которые сами могут и пострадать еще, потому что становятся пострадавшими, да? Да, они пострадавшими становятся. Вообще интересно, что я читал, что моббинг это наиболее характерно, ну как бы это, в принципе, для природы характерно. Моббинг, вот, например, когда стая обезьян с деревьев кричит там на какого-то хищника, вся стая кидает в него, но это там межвидовое получается. Да, межвидовое. Они заодно обучают детенышей, чтобы как вести себя с хищником, а у нас тут, ну, между собой, как обычно. И мы конкурируем между собой, как всегда. Это правда. Вот. Ну, единственное, что доведение до самоубийства, это тоже очень сложно доказать. Это с статья 110 Уголовного кодекса. Ну, вот. Это наиболее приближенно к такой ситуации получается. Да, да, да. Мы обычно ставим посттравматическое стрессовое расстройство и пытаемся доказать это моббинг. Но вообще, я думаю, что в перспективе можно доказывать моббинг, если, ну, там, собирать сведения о моббинге, да, правильно, правильно собирать сведения о моббинге. Давайте об этом поговорим, кстати, сейчас после телефонного звонка. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда дозвонились? Здравствуйте. Это Ольга звонит Печора. Да. Печора. Да. Вы знаете, вот я сейчас спрашивала, вот насчет оплатимых коллектива, как можно с этим побороться, вот это непонятно, да? А если вам, вот, условия, не остались, ну, все, вот и у вас, все, у вас и у вас, 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 и у вас. Вот, я знаю, это очень тяжелая ситуация. Спасибо. Давление от руководителя, я так понял, насколько, из опроса, что делать в такой ситуации. Да. Это гораздо сложнее. То есть на уровне коллег как бы на одном уровне, а тут-то уже... На одном уровне. Но мы будем тоже говорить о том, что нужно делать, если идет моббинг со стороны руководства, да, как нужно себя вести. Я думаю, что мы ответим позднее, да? Да. Давайте, кстати, к вопросу о том, как зафиксировать вот эти явления моббинга, да, можно ли это как-то задокументировать, допустим, записать что-то на телефон, может быть, или как? Я думаю, что можно. Хотя у нас нет такого прецедента, но мы, наверное, должны как-то стремиться к этому, как-то работать в этом направлении. Я думаю, что можно собирать какие-то свидетельские такие записи на телефон, да, что еще, документальные какие-то, допустим, если работодатель издает какие-то приказы, да, причем это чрезмерные приказы, как бы каждый день, да, которые линчуют работника, тогда это тоже будет свидетельствовать о моббинге. Ну, будем стремиться, как бы, работать в этом направлении. Ну, а теперь давайте, наверное, все-таки перейдем к вопросу. Начнем тогда, получается, с вертикального моббинга, да, может быть, что делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? Ну, здесь, значит, в данной ситуации мы должны для себя решить. Когда мы поняли, что у нас такое есть явление, как моббинг, мы должны определиться, либо мы уходим сразу из этой организации, потому что нет у нас сил бороться, да, либо мы будем бороться, борьба. Борьба предполагает, конечно, наличие победы, да, когда мобберы, ну, как бы, самостоятельно пишут заявление и уйдут. Но в отношении начальника это сложно. Да, да. Или ему создать какие-то условия, конечно. Мы никогда не наблюдали в обществе, чтобы, там, ну, если только коллектив напишет заявление, тогда начальника, может быть, уберут, да. Вот. Или тушить моббинг, тушение моббинга. Вот два варианта. Значит, нужно определиться, что мы будем делать, да. Вот. Значит, затем, затем, если мы определились, конечно, если мы определились с тем, что мы будем бороться, это не очень хороший вариант, потому что... Ну, это потребует большого количества сил. Да, задействовать нужно какие-то ресурсы, какие-то силы. Если у вас ресурсов этих нет, то лучше не пробовать этот вариант. Можно заняться тушением моббинга. И первым делом мы будем доброжелательны ко всем, кто нас обижает. То есть мы будем говорить максимально доброжелательно. Здравствуйте! Каждому, кто нас обижает, очень доброжелательно и, ну, как бы не расслабляться, да, всегда говорить здравствуйте. А получается, вот на те какие-то пакости, скажем, назовем их так, не обращать внимания тоже? Да. То есть те же документы куда-то перекладывать нужно постоянно или еще что-то там делают? Конечно, психологи, вот, допустим, я слушала передачу психологов МГУ, они говорят о том, что жертва моббинга должна однозначно сказать, что она испытывает. И сказать, что вы неправильно переложили мои документы или вы куда-то убрали. Вы, наверное, специально убрали документы. То есть она должна довести до сознания мобберов, что она зафиксировала вот этот факт нападения на нее. Вот они так считают. А вообще надо сказать, что каждый, наверное, выбирает свой путь борьбы с моббингом. И здесь, наверное, вот тушение, да, еще вернусь как бы к этой мысли, тушение, оно предполагает сведение на нет этого конфликта. Каким образом это сделано? Каким образом? Значит, основная ошибка это противопоставление себя коллективу, да, или части коллектива. То есть я уже говорила, что как-то нужно посмотреть на себя со стороны и подумать, что, наверное, как-то что-то я неправильно делаю. То есть попытаться найти какие-то связи с коллективом, может быть? Да, и дальше, да, вот. Дальше выработать дистанционное уважение, да, каждому там. То есть мы должны быть на дистанции, на какой-то достаточно большой и удобной, так, чтобы вы чувствовали себя хорошо. То есть основной критерий это внутреннее состояние, мое внутреннее состояние. Я возвращаюсь к себе, и когда я чувствую, что я успокоилась, когда мне хорошо, тогда это вот то расстояние, на котором я могу быть от этого человека. И точно так же от работодателя. Какие еще можно использовать средства практически так вот, чтобы... Ну, вообще, какие-то предпринимать действия, наверное, это очень сложно, потому что любое действие рождает противодействие. И нужно себе правило такое выписать, защищая себя, я защищаю себя, но не нападая на других. Затем вы не должны забывать, что нужно профессионально расти. То есть нужно читать литературу, учиться расти и доказать, что ты профессионально вырос. Тогда, возможно, что как-то сгладится конфликт, как бы, да? А если, наоборот, этот коллектив не очень, скажем так, профессиональный, а сотрудник, получается, повыше... Человек будет выделяться из этой ситуации. Как белый ворон. Но я думаю, что они будут обращаться за помощью тогда. Может быть, поставить такую ситуацию, чтобы к нему обращались за помощью, да? Да, да, да. Человек, когда он будет... И таким образом привязать к себе... Доброжелательным. Когда он будет доброжелательным в отношении, он не будет агрессировать. Он говорит, я понимаю, что вы, как бы, ко мне относитесь, я все понимаю, что происходит здесь. Но я добр к вам и не агрессивен. И тогда, я думаю, что они будут обращаться за помощью. Как правило, люди начинают обращаться за помощью к такому сотруднику. Может быть, даже работодатель будет обращаться за помощью. Ну, конечно, нужно запастись терпениями, тактичностью обязательно, да? Какие-то... Можно, конечно, какие-то колки, там, замечания ввести, но это уже как слава. Это уже элементы борьбы. Это уже элементы борьбы, и это... Я думаю, что лучше не нужно этого делать, потому что человек, который встретился с моббингом, допустим, в первый раз, ему сложно работать в этих условиях. Ну, так получается, что можно, наверное, выделить такие, как бы, пункты, наверное, типа, такт, наверное, дружелюбие. Дружелюбие, да. Профессионализм не будем о этом забывать, наверное, да? Профессионализм, да. Потому что все равно, так или иначе, профессионала будут уважать, рано или поздно. Да, и затем нельзя игнорировать коллектив в целом. Если какие-то корпоративные вечеринки, нужно, конечно, соглашаться для того, чтобы влиться в коллектив. Главное, чтобы позвали. А то, если весь коллектив занимается моббингом, то на вечеринке, может быть, лучше организовать вечеринку у себя, попытаться таким образом. Это все как вариант, да? Можно, как вариант, да. Сейчас узнаем, какая проблема у нас или вопрос у телезрителя. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Говорите. Подскажите, пожалуйста, у меня ребенок в седьмом классе, мы собираемся перейти в другой город. И он боится очень, как к нему отнесутся ребята. Да, да, да. Какие середины можно мне ему дать, чтобы как-то настроить позитивный, как бы... Создать позитивный настрой. Да, да, да. А, простите, как зовут вас? Зовут Ольга. Ольга, откуда, куда, если не секрет, переезжать будете? Секрет. Секрет. Хорошо. Ну, давайте, Ольга, попробуем разобраться. Вот это, наверное, тоже... Да, это школьный моббинг. Есть школьный моббинг, есть профессиональный моббинг и есть семейный моббинг, да. Школьный моббинг очень жесткий тоже бывает. Вот. Я хочу сказать, что, конечно, сыну нужно сказать, что у нас все будет хорошо. Даже если какие-то у нас будут проблемы, мы все решим. У нас есть для этого достаточно сил, энергии и ресурсов. Вот. Наверное, сыну нужно сказать то, что когда-то он пришел в первый раз в этот коллектив. И может быть. Почему вопрос такой задается? Значит, уже встречались с моббингом каким-то, какие-то элементы были. То есть человек уже испытывал и имеет опыт решения этих вопросов. Я думаю, что к шестому классу школьник имеет возможность решить эти вопросы. Может быть, сравнить даже с первым классом? Ведь в первый класс он тоже приходил когда-то и тоже создавалась... Приходим, да. И мы как бы должны как-то себя позиционировать, как-то себя показать. Я думаю, что никаких проблем не будет. Но если действительно были условия моббинга, серьезного жесткого моббинга, наверное, нужно вести к психотерапевту разбираться с этими проблемами, почему это возник моббинг. Ну вот они будут переезжать все-таки, да? Наверное, на первых порах, наверное, просто нужно сначала присмотреть коллектив. Посмотреть, да. Посмотреть. И не надо настраивать себя на то, что обязательно будет моббинг. Может, его и не будет. Как бы все примут его дружелюбно. Можно сразу купить, раздать всем бесплатный Wi-Fi. Вот это сразу всех подкупит. Весь класс. Ну, большой торт принести в класс. Как вариант. Большой торт – это всегда хорошо. Так что не переживайте ваш сын с фрайсом. С эмблемами республики Коми. Тем более в седьмой класс довольно уже взрослый человек. Главное, чтобы он чувствовал поддержку родителей. Мне кажется, это тоже очень важно. Поддержка семьи, родителей – это очень важно. Это самое главное в нашей жизни. Чтобы подросткам куда еще деваться. Конечно, да. Чтобы он не терялся в другой среде. Значит, вот мы подходим к завершению программы. Что еще мы, может быть, забыли? Да. Давайте, если у нас есть время, мы пошагово скажем, что нужно делать. Вот можно даже записать, если есть такая возможность у людей. Значит, первый шаг – это признать, что эта ситуация является реальностью. Что со мной-то происходит моббинг. Потому что некоторые вытесняют, ну, с кем-то произойдет моббинг, но только не со мной. Что моббинг – это ценой. Второй шаг – постарайтесь не терять веры в свои силы. Однозначно, да. Вспомните, что вот вы были, может быть, в такой ситуации, как вы решали эти вопросы, какие ресурсы вы задействовали, да. Третий шаг – не принимайте скорополитетельных решений. Никогда не нужно торопиться. Вот. Подумайте, все ли информации вы располагаете. Кто подталкивает вас быстро принять решение, нужно определить, да. Почему это решение ждут именно от вас. Четвертый шаг – не старайтесь перестроить работу, даже если вот руководство не ставит перед вами какой-то быстрой задачи, да. Нужно сначала установить отношения, как бы. Не надо выбегать, ну, впереди паровоза, как говорят, да. Пятый шаг – выясните, какая традиция принята в коллективе, как к кому обращаться, как кого называть. Это тоже важно. Шестой шаг – понаблюдайте за происходящим, кто с кем общается, кто с кем… Какие группировки там у кого. Какие группировки, да. Седьмой шаг – необходимо учесть, что каждое недоброжелательное высказывание в ваш адрес – это не война. Это не означает, что против вас началась война. Это элементы моббинга. А может быть, просто защита просто? Это защитная реакция человека. Нельзя настраивать себя вот так вот ужасно, да. Но если кто-то решил против вас вести войну, нужно его обязательно хорошо изучить. И тогда у вас будет возможность наиболее успешно бороться с моббингом, получается, да. И выйти из этой конфликтной ситуации сложной. Победителем. Да, победителем. Мы надеемся, что, друзья, вполне конкретные советы сейчас были даны, и в течение эфира мы тоже довольно все подробно обсудили. Поэтому надеемся, что вы не будете сталкиваться с такой ситуацией. А если сталкиваетесь, то все разрешите благополучно. Я напомню, что мы сегодня говорили о таком явлении, как моббинг, такой психологический террор по отношению к человеку, от коллектива или от начальника. Уже всякое бывает в этой жизни. А своими советами с нами сегодня поделилась Надежда Перминова, психотерапевт. Спасибо вам большое. Друзья, смотрите случай с практики в понедельник в 12.40. Ну, а в рамках нашей передачи мы продолжаем пока цикл социальных рекламных роликов. Их общая идея – подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО. Надо сказать, что многие известные люди 30-х годов прошлого века с гордостью носили значки ГТО. Это шахтер Алексей Стаханов, писатель Аркадий Гайдар, кузнец Александр Бусыгин, полярный летчик Анатолий Лепедевский. Ну, а сегодня мы узнаем, как правильно выполнять прыжок в длину с места. Рассмотрим технику выполнения прыжка в длину с места толчком двумя ногами. Примите исходное положение, ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног находятся перед линией отталкивания. Оттолкнитесь одновременно двумя ногами и выполните прыжок вперед. Не заступайте за линию отталкивания и не касайтесь ее. Нельзя отталкиваться с предварительного подскока. Также запрещено отталкиваться ногами разновременно. Для выполнения испытания предоставляются три попытки. В зачет идет лучшее. Продолжение следует...